В Заволжском районном суде города Твери продолжаются судебные заседания по иску жителей Твери к 32-летней Екатерине Седовой, матери-одиночке, инвалиду второй группы. Предмет судебного спора – однокомнатная квартира в доме номер 17 по улице Хромова. Истцы уверяют, что сделка по продаже квартиры незаконно приостановлена. Ответчик говорит, деньги за продажу её квартиры она не получала. Меня подали в суд и требуют то, что они хозяева, то, что это я их обманула, то, что я получила все деньги, и они теперь полноправные хозяева. О ситуации с квартирой на улице Хромова мы рассказывали в патрульной службе. Екатерина и её 13-летний сын остались без жилья и денег. К решению проблемы присоединился депутат Тверской городской думы Илья Холодов. Фактически мы здесь делаем минус машинничества. Я думаю, что да, и поэтому во все соответствующие структуры обратился и очень рассчитываю на объективное расследование. 27 июня прокуратура Тверской области отменила решение территориального отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки направлены в ОМВД России по Тверской области. Екатерина надеется, что уголовное дело по статье «Машинничество» будет возбуждено. Тем временем очередное заседание суда назначено на 6 июля. 1 июля 2022 года линейный отдел МВД России на станции Тверь отмечает 36-летие. На этот же день приходится другая дата – 76-я годовщина образования линейного отделения милиции на станции Калинин. Основные вехи богатой истории подразделения отражены в экспонатах музея, созданного 1 июля 2006 года в день 20-летнего юбилея образования линейного отдела на станции Тверь. А началась эта история во второй половине XIX века. 18 августа 1851 года из Петербурга в Москву по новому пути железной дороги отправился первый царский поезд. Спустя два года было открыто регулярное движение. В соответствии с решением императора Николая I в составе отдельного корпуса жандармов на дороге было создано жандармское полицейское управление. С первых дней Октябрьской революции на станции Тверь созданы военно-революционный комитет и отряд Красной гвардии. В 1919 году организована железнодорожная милиция, воссозданная в 1931 году, когда Тверь переименовали в Калинин. Во время Великой Отечественной войны при оккупации Калинина немецко-фашистскими войсками в ожесточенных боях на подступах к городу отважно сражался и геройски погиб командир отделения транспортной милиции Иван Васильевич Рожков. По окончании войны началось восстановление подразделений транспортной милиции. Линейное отделение милиции на станции Калинин образовано в 1946 году в составе транспортного управления МГБ СССР на Октябрьской железной дороге. Перед нами здесь находится картина, на которой изображено здание, в котором находилось линейное отделение милиции на станции Калинин, тогда еще, потом на станции Тверь, начиная с 1946 года по 1096. Потом уже построено новое здание дела. А это здание в 1996 году снесли. Оно было построено в 1902 году. И находились в разное время разные структуры железнодорожные. И здесь практиковал врач, и жил священник. Частично находилась жандармерия до революции, которую упростнили. А картину эту нарисовал наш бывший сотрудник, ныне, к сожалению, ушедший из жизни, Будаев Альберт Александрович, который был замначальником отдела. В 1996 году линейному отделу на станции Тверь было выделено новое здание, в котором он располагается по настоящее время. С января 1998 года в связи с переименованием железнодорожной станции Калинин ЛОВД на станции Калинин стало именоваться линейным отделом внутренних дел на станции Тверь. В 2011 году новое переименование в линейный отдел МВД России на станции Тверь. Необходимость создания отдела вызвана увеличением числа регистрируемых преступлений в сфере пассажирских и грузовых перевозок, увеличением участка оперативного обслуживания. Ежесуточно по участку проходит более 150 пригородных, пассажирских и грузовых поездов. Первым начальником линейного отдела внутренних дел на станции Калинин с момента его создания был Георгий Александрович Фоменко. Видим, вот старичок к нам пришел в отдел, ну так еще старался держаться возниками, а кто такой? А это, говорит, дядя Федя Лосев, это бывший у нас второй начальник отделения после войны. А вот уже дальше Носов Василий Иванович, он в Черкасове здесь в школе первоначальной подготовки преподавал. Александр Борисович Балашов помогал, маленько в оперативной работе помогал, а поступил я на работу уже при Николае Ивановиче и Ивановиче. В настоящее время руководит отделом в РИУ начальника линейного отдела подполковник полиции Роман Михайлович Песчанов. Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Тверь обслуживает участок московского отделения Октябрьской железной дороги и структурно состоит из самого линейного отдела, одного линейного отделения полиции на станции Вышний Волочок и четырех линейных пунктов полиции на станциях Ржев, Торжок, Западная Двина и Осташков. Общая протяженность железнодорожных путей, обслуживаемых всем линейным отделом, составляет 1321 километр 704 метра и состоит из железнодорожных путей по главному ходу Москва-Санкт-Петербург и Москва-Рига, а также пути ответвления. Основными задачами сотрудников линейного отдела, как и транспортной милиции в целом являются обеспечение правопорядка, личной и имущественной безопасности пассажиров, выявление и раскрытие преступлений, профилактика и пресечение террористических актов на вокзалах и станциях, в подвижном составе и на других объектах железнодорожного транспорта. Территория оперативного обслуживания линейного отдела МВД России на станции Тверь проходит по 19 районам Тверской области, граничит с 11 отделами полиции управления МВД России по Тверской области и 5 линейными отделами МВД России на транспорте. Помимо исполнения служебных обязанностей, сотрудники отдела участвуют в социальных акциях и проектах, проводимых правоохранителями по всей стране. В участок оперативного обслуживания отдела входит 69 станций и 44 платформы. Он проходит по территории Твери и 24 районам Верхневожья, граничит с 14 территориальными отделами полиции МВД России по Тверской области и с 5 транспортными линейными отделами и отделениями. Отдел всегда славился сплоченным работоспособным коллективом, где уважают ветеранов и на их примере воспитывают молодых сотрудников службы.